Привет! Сегодня поговорим о таком вопросе, как свобода выбора. Что такое свобода выбора и какие рамки свободы выбора? Как можно сказать, что есть свобода выбора? Здесь есть целый ряд вопросов. Потому что, например, если мы говорим, что Творец находится за рамками всего и все известно перед ним все, что было, все, что будет, то какая свобода выбора-то тогда получается? Получается, что все, что сделает человек, уже известно Творцу. Как получается тогда, что у человека есть свобода выбора? Получается, что он как бы просто играет какую-то роль, проживает какую-то свою судьбу, потому что Творцу уже известно, что будет потом. Где здесь свобода выбора? Просто ты следуешь паргами и, в принципе, В принципе, что бы ты ни делал, это все в рамках программы того, что ты сделаешь, потому что уже известно, что ты сделаешь. Еще один вопрос свобода выбора является, какие рамки свобода выбора есть. Вот у меня есть моя свобода выбора, я несу ответственность за то, что я сделаю. А почему вдруг у других людей есть свобода выбора по отношению ко мне? Почему какой-то человек может меня, не дай бог, ограбить или убить, или сделать мне что-то хорошее или плохое? Как это связано с моей свободой выбора? Я не выбирал эти истории. И что дальше делать, если со мной такое произошло? Как это? Это же другой человек сделал, у него есть свобода выбора сделать мне что-то плохое? Или он не волен решать подобные вещи по отношению ко мне? В общем, есть ряд вопросов, которые связаны с этой темой. Ну, если начинать по порядку, то, во-первых, то, что творец изначально знает, что все, что будет, это не ограничение свобода выбора. Эту вещь достаточно тяжело принять, потому что мы, в принципе, всегда мыслим очень ограниченными категориями, категориями материального мира, что здесь куда устроено. И воспринимать какие-то вещи, которые стоят за рамками этого, нам очень тяжело. В принципе, нам очень тяжело себе представить, что такое за рамками времени или что такое за рамками пространства, материи. Даже представить себе просто материю отдельно без формы или форму без материи мы не можем. Для нас это неделимые понятия. Когда человеку говорят, что вот есть материя, есть форма, разделить эти вещи он не в состоянии. Когда ты пытаешься представить себе просто материю, ты представляешь себе некий бесформенный сгусток, но бесформенность – это тоже некая форма. Она либо сложная форма, либо не форма чего-то полезного, там шар, не шар, все что угодно, какое-то месиво или какой-то газ. Ну, какую-то форму ты себе пытаешься представить, потому что абсолютно без формы материя тогда что? И то же самое форма. Что такое форма без материи, без наполнения? Если попытаться себе представить форму, например, стола без материи, мы начнем себе представлять, я, по крайней мере, начинаю себе представлять, какой-то такой полупрозрачный стол. Но полупрозрачный стол, он тоже стол из чего-то. Вот это полупрозрачное, что для меня создает вид этого стола, хотя бы в моем разуме, это что? Это какой-то газ, туман, это какая-то некая все-таки материя, которая обретает вот эту форму стола. И по-хорошему форма без материи – это как бы некая идея. Очень детализированная, очень глубокая, но не выраженная. Вот то же самое касается пространства и времени. Что такое пространство, что такое за рамками пространства, и что такое за рамками времени. Нам тяжело это осознать. То есть на уровне тезиса, типа, вот, Всевышний за рамками времени и за рамками пространства. Звучит хорошо, но когда ты прощаешься себе представить это, хотя бы на примере материального объекта, если мы возьмем любой материальный объект и наделим его такими возможностями, мы увидим много удивительных вещей. Например, если какой-то объект находится за рамками пространства, то получается, что он может находиться везде одновременно. Всевышний за рамками времени. И то, что он знает, что будет в конце, это не потому, что это уже существующая вещь для того, кто живет в рамках времени, а потому, что он стоит за рамками времени. И при всем при этом он наделил человека настоящей свободой выбора. То есть выбор человека не предопределен. Он абсолютно свободен, и человек сам решает, что он сделает. И поэтому человек несет ответственность за последствия своего выбора. Потому что если бы в действительности выбор человека был бы предопределен, тогда это полностью бы для нас лишило бы любого смысла вообще какую-то систему ответственности. Если мой выбор предопределен, тогда какая разница, что я сам решаю делать или не делать. Ведь этот выбор мне уже навязан, он во мне заложен. Моя жизнь уже известна от начала до конца. Почему тогда я буду нести ответственность за то, что я сделал что-то плохое? Ведь не я выбирал, что сделать плохое. Так уже было понятно, что я так поступлю. И если Всевышний меня такого, с такой судьбой, что я поступлю плохо, создал, значит, почему я должен получать за это какое-то наказание? И это получается, как какое-то плохое кино. Что не так, потому что выбор действительно есть. И есть и ответственность за этот выбор. И если человек своим выбором пользуется правильно и выбирает хорошие вещи, то он получает за это награду. Если он ведет себя плохо, он получает за это наказание. Но это не снимает для нас такой парадоксальной истории, что при всем при этом Всевышний знает, что будет в конце. Это тяжело как бы осознать. Вполне возможно, что это находится вообще за рамками как бы осознания, потому что как разум ограничен постижением каких-то ограниченных вещей. Если Всевышний безграничен, то это, соответственно, за рамками возможностей разума по какому-то анализу и восприятию этого по сути. Но важно помнить, что в действительности у человека, да, есть свобода выбора. И пользуясь своей свободой выбора, мы влияем на то, что произойдет. То есть такого понятия, как судьба, как что-то предначертанное для человека не существует. И в том, что связано с свободой выбора. Потому что есть огромное количество вещей, которые действительно предрешены для нас, но они никак не связаны с нашей свободой выбора. Предрешено для нас что? Где мы родились, в какой семье мы родились, как наше тело развивалось, какое образование мы получили, как мы себя вели в каких-то этапах. В принципе, современная наука, она вообще лишает во многих аспектах нашу жизнь полностью романтики. Потому что если посмотреть на то, что огромное количество решений человека зависит от химических процессов его разума, от того, что он ел, от того, какие там всякие эмоциональные факторы с ним происходили, огромное количество вещей влияют на человека и позволяют нам сказать, что в принципе человек во многом просто биоробот. Но это не отменяет того, что человек на самом деле есть свобода выбора, как поступать. Просто мы редко берем эту возможность, чтобы ей пользоваться. По сути, у каждого из нас есть огромный потенциал в каждую секунду времени. Я сижу здесь, я могу заниматься в этот момент миллионом других вещей, огромным количеством вещей. Я могу уйти, я могу прыгнуть, я могу лечь спать, я могу закричать, могу хлопнуть в ладоши или не хлопать в ладоши. Я могу делать все, что угодно в рамках моих физических способностей. Но я этого не делаю. И большую часть этих вещей я почти со стопроцентной вероятностью не сделаю. Потому что я живу по какой-то определенной программе, которая в меня заложена. И ситуации, в которых я пытаюсь выйти за рамки этой программы и жить осознанно, это очень тяжелый труд, который требует от человека очень большой ответственности, очень больших усилий выйти за рамки себя и начать реально оценивать все, что в своей жизни происходит и принимать решение, как я на самом деле себя в этом поведу. Что я буду сидеть здесь не потому, что здесь удобно мне сидиться, а зачем бы мне вставать. А потому что это мое действительно осознанное решение, что я мог бы сидеть на чем-то другом и почему я на это сел, и почему бы мне не сесть на что-то другое. В принципе, в нашей жизни мы огромное количество вещей вообще стараемся воспринимать как данность, чтобы нам не думать над этим. Потому что это реально даже физическое усилие напрягать разум над тем, что мне выбрать сейчас. Не то, что мне предложили, не то, что подвернулось под руку, а вот как бы осознанно выбирать, что я хочу, какую цель я преследую, совершая тот или иной поступок, какие последствия на меня это окажет, пропускать все эти вещи через себя и предпринимать осознанные поступки. Это очень тяжелая работа. Но это не значит, что человек, который не делает этой работы, что у него нет свободы выбора, что он такой абсолютно аморфный, как бревно, которое плывет по реке, которое стукается о берег только на поворотах. У каждого из нас есть равно в жизни моменты свободы выбора, где мы предпринимаем те или иные решения, когда ситуация для нас выглядит одинаково. То есть, если мы не выбираем жить осознанно, то получается, что мы живем как бы так, как в нас заложено. Но при всем при этом есть в нашей жизни тоже много ситуаций, когда две, три или больше вещей по совокупности факторов для нас, для пооценки нас, того, что это хорошо, выглядит одинаково. Выбор, он возможен, в принципе, между одинаковыми вещами, потому что между разными вещами по своим качествам, по своему смыслу выбор невозможен. Если человеку, например, предложить, смотри, что ты хочешь, чтобы мы тебе, например, подарили машину или отрубили палец. Это выбор или нет? Если нет других факторов, то это не выбор, потому что машину подарить человеку, допустим, это хорошо, отрубить палец это плохо. Это очевидно. Когда для человека в выборе одной вещи есть что-то хорошее, а в выборе чего-то другого есть что-то плохое, пусть это будет на каком-то мизерном значении, это уже не выбор. Когда человеку предлагают грушу или яблоко, это не выбор, потому что если человек любит яблоки, он выбирает яблоко. Со стороны это выбор, мы не знаем, что он любит в данный момент, может быть, мы не знаем, что он любит. Но по сути он же что-то любит в данный момент для себя, поэтому он может выбрать яблоко, а может выбрать грушу в зависимости от того, что ему приятнее. Но вот если мы перед человеком положим два одинаковых яблока, вот тогда это выбор. Еще как-то вот так исхитриться, положить их так, чтобы не было право или лево, чтобы это два яблока, которые лежат одновременно в одном и том же месте. И чтобы одно из них не было первым и вторым, потому что это тоже влияет на выбор человека. С материальными вещами так сложно сделать, потому что если что-то лежит слева, это уже как бы левша, правша уже тоже будет влиять на выбор человека. Но в реальности, в жизни бывает так, что события, которые перед нами передстают, возможность поступить так или иначе, они, будучи абсолютно разными, но по совокупности факторов, плюсов и минусов, на чашах наших внутренних весов, как поступить, вдруг оказываются одинаковыми. Например, это может быть, ну, такой простой пример, который часто приводится про это, это человек может честно работать, зарабатывать там свои деньги какие-то, может быть небольшие, а может быть такая ситуация, что у него есть возможность украсть что-то или как-то мошеннически, завладеть определенной большой суммой денег без усилий. И для человека в определенной ситуации, для определенного человека, я не говорю, что это для всех так, хотя вполне возможно, что для большинства людей это так, все зависит от, скажем так, рисков и сумм, может быть так, что для человека ситуация будет выглядеть одинаково. Например, когда человеку говорят, вот, там есть какая-то сумма, за которую ты должен там придать знакомого, просто коллегу по работе, не будем говорить лучшего друга, да, то есть понятно, что это неприятно, там я как бы человека подставлю или прочее, но когда это будет, там, не знаю, сумма в 5 тысяч, может быть человек не согласится, но если это будет 5 миллионов, то если человек взвесит эту ситуацию, вполне возможно, что он придет к другому выводу, а может быть не только про коллегу, но и про друга, и про семью, и про очень многие другие вещи. мы не всегда про себя все знаем по поводу того, на что мы готовы пойти в той или иной ситуации. Ну, в общем, дело в том, что это может выглядеть для человека одинаково. Здесь есть плюсы-минусы, здесь есть плюсы-минусы, вместе выглядят одинаково. я могу не поступить плохо, поступить хорошо, но я буду дальше страдать, зарабатывая свои копейки, зная о том, что у меня был прекрасный шанс в жизни мгновенно разбогатеть, может быть, без последствий, буду просто знать, что ну вот я хороший, да. А может быть, это возможность разово разбогатеть, но я буду всю жизнь жить с ощущением того, что за этот плохой поступок меня ждут определенные последствия, что я посигнул там на чужое, на то, что мне не полагалось, и есть какая-то ответственность за это, которая может в рамках взаимоотношений с Творцом наступить или просто когда-то вскроется, что такой момент был, и для меня это окажется негативным фактором. Меня могут посадить в тюрьму, меня могут лишить всего, я просто стану изгоем в глазах общества. Есть как бы тоже определенные риски, но в конечном итоге это может выглядеть одинаково. Более того, Тора говорит еще более крайними словами. Всевышний, обращаясь к людям, говорит так. Смотрите, я дал перед вами добро и зло, жизнь и смерть, и выбери жизнь. Зачем говорить выбери жизнь? Нормальный человек и так выберет жизнь и добро. Дело в том, что для человека в данный момент времени в каком-то конкретном поступке поступить хорошо и выбрать жизнь или поступить плохо и выбрать смерть могут быть по всем критериям одинаковыми вещами. Хотя, если посмотреть на это со стороны, посмотреть на это потом, посмотреть на это до или при взгляде другого человека, это же очевидно может оказаться. Но для данного конкретного человека это реально его свобода выбора, как он поступит в этой ситуации. И, кстати, в большинстве случаев мы бежим от больших возможностей осознанного выбора, потому что тогда нам придется взвешивать эти вещи. Когда человеку предлагают чай или кофе, или, ну, там, здесь уже вопрос, что любит, из какого стаканчика, с каким количеством сахара, какого сахара и так далее, человеку часто не хочется выбирать это, потому что это требует от него усилий найти в себе, зачем я говорю, что это мой выбор? Почему я не списываю это на выбор других людей? В общем, несмотря на то, что в действительности со стороны Творца у нас есть полная свобода выбора, есть наши собственные ограничения, которые есть у нас по природе нашего рождения, есть ограничения, которые мы сами себе напридумывали в течение своей жизни, в том числе и всякие привычки. Тем не менее, у нас сохраняется свобода выбора, и нужно пользоваться своей свободой выбора правильно, потому что от этого зависит наша жизнь, зависит от того, выполним ли мы задачу, ради которой мы вообще пришли в этот мир, получим ли мы за это награду или наказание, не только в будущем мире, но и во всем, что происходит в нашей жизни каждый момент времени. То есть наша судьба в этом плане, результаты нашего выбора, они не предопределены. Там, где мы этим выбором пользуемся. Кстати, это влияет еще на один такой интересный момент. Почему очень часто, когда человек начинает брать свою жизнь в свои руки, у него начинает все плохо происходить? Потому что когда человек начинает определять для себя, что какие-то вещи это теперь его выбор, а не что-то, где он просто плывет по течению, тогда включается ответственность за неправильный выбор. Но, соответственно, включается и награда за правильный выбор. Там, когда человек просто живет как-то вот, как он запрограммирован, как его родители воспитали и нигде практически не участвует в своей жизни, он будет получать то, что получает такой человек, просто как вот, куда река принесет, туда он и приплывет. Но когда человек говорит, я не бревно, я буду плыть, куда захочу, я буду плыть против течения, вбок, я вылезу на берег и так далее, тогда начинаются включаться другие вещи и включаются награды и наказания за это. Поэтому не стоит впадать в депрессию, когда ты пытаешься начать что-то делать хорошее, а начинает происходить только плохое. Это как раз как некая реакция на то, что ты, да, начал наконец что-то делать, и теперь в дальнейшем ты сможешь, проработав все эти моменты, достичь чего-то большего, чем если бы ты вообще не начал с этим разбираться и делать этот выбор. Еще один вопрос, который я задал вначале, то, что касается свободы выбора, это где граница свободы выбора и что у нас со свободой выбора других людей. Здесь работает такой момент, что, допустим, у меня есть какой-то свой выбор, я делаю хорошие поступки и, не дай бог, иногда плохие. Но бывает такое, что, допустим, у меня кто-то что-то украл или еще какая-то другая плохая ситуация. Возникает вопрос, что это было? То есть, если это мои взаимоотношения с Богом и Всевышний мне посылает такое испытание, ну, украли, значит, таково мое наказание. Мне нужно это принять и жить дальше. Так получается? И зачем мне искать вора, если он выполнял посланничество Всевышнего, чтобы меня наказать? Зачем вообще как-то реагировать на других людей, если все, что со мной происходит, это как некое со мной взаимодействие реальности? Почему нужно как-то пытаться что-то с этим делать, если это просто вот некое мне сообщение от Всевышнего? Почему нужно как-то вообще реагировать на то, что делают тебе другие люди? Дело в том, что с одной стороны это действительно так, что все, что с нами происходит, это некая для нас реакция мира на наши действия, некое испытание, некое сообщение, которое Всевышний хочет нам доставить каким-то образом, какой-то урок, которым Всевышний хочет нас научить. И то, что с нами такое должно было случиться, либо это, либо в какой-то другой форме, это действительно не мы определяем. То есть не человек решает, что у него должно что-то плохое случиться, это некое наказание ему или некое испытание свыше. С другой стороны, то, что другой человек так поступает, почему у него есть какая-то за это ответственность? Ведь он так Всевышний его направил, чтобы вот он выполнил наказание этому человеку, ограбил его или, не дай бог, убил, или еще что-то, почему у этого человека есть ответственность, если он выполнял план Творца? Дело в том, что у каждого из нас есть своя собственная свобода выбора. И наша свобода выбора касается только нас самих, не другого человека. И если кто-то, у него появляется желание или какая-то ситуация, в которой у него есть возможность кому-то сделать что-то плохое, ограбить или не ограбить, или как-то по-другому доставить неприятность, например, говорить про кого-то гадости или сплетничать, что иногда вопрос, что хуже. Когда человек выбирает так поступить, то, что для того человека это становится наказанием, это его, того, другого человека личные взаимоотношения с Богом. Но то, что ты сделал этот плохой поступок, это твои взаимоотношения с Богом, это была твоя ответственность поступить в данной ситуации плохо или нет. Может быть, если бы все люди в мире отказались бы выполнять эту миссию, может быть, этот человек был бы освободен от этого наказания, которое с ним должно было происходить. Но то, что этот человек сказал, «Окей, я возьму на себя эту задачу, у тебя есть собственный запрет это делать». И когда человек берет на себя эту задачу и делает ее, он становится виновен в том, что он совершил. Как это видно, кстати, даже на примере законов, что если какой-то человек нанял других людей, чтобы они совершили кражу или убийство, те люди несут полную ответственность за то, что они сделали. Несмотря на то, что здесь есть как бы злой гений, тот, кто заказал все это, у него тоже есть ответственность перед Богом, но конечное исполнение, основной грех, основное плохое действие лежит на тех, кто это сделал, потому что это у них была ответственность делать это или не делать. Понятно, что если человек кого-то использует вслепую, то здесь на нем будет больше лежать ответственность, но в конечном итоге, если людей за деньги или просят сделать какое-то запрещенное действие, которым известно, что это запрещено, больше ответственность лежит на них, потому что они могли этого не делать, но они решили сами это сделать. Несмотря на то, что они сказали, а, нас наняли, нас заплатили, я просто выполнял приказ и так далее, на тебе лежит ответственность конечная, что ты сделал, потому что ты мог это делать, а мог это не делать. И ты, выбрав совершить этот поступок по собственной воле, тут есть много, конечно, ограничений, это отдельная тема, но выбрав совершить плохой поступок, ты сам решил это сделать, если это так, и несешь за это максимальную ответственность, в отличие от тех людей, которые влияли на тебя, чтобы ты так поступил. Поэтому приводит такая история с перкиовод, про то, что, когда плавала черепушка по реке, один из мудрецов сказал, что то, что тебя утопили, это за то, что ты сделал что-то плохое. Но тот, кто тебя утопил, тоже понесет свое наказание. Поэтому каждый из нас несет ответственность за то, что мы делаем. То, что с нами происходит, это происходит по воле Всевышнего, и мы должны задуматься над тем, что это для нас, для чего нам это Всевышний делает, и как-то, может быть, исправить свое поведение, или чему-то важному научиться из этого. В общем, искать хорошее в том плохом, что случается, потому что это случается не просто так. Но, с другой стороны, тот, кто это сделал, должен понести за это ответственность. И нужно писать заявление в полицию, искать воров, находить их и приводить их к наказанию, потому что у них была своя ответственность не воровать, не нарушать этот запрет, запрет Бога, запрет общества. И если они так делают, они тоже совершают плохой поступок, несмотря на то, что по отношению к этому человеку, что они украли у него, а не у кого-то другого, может быть, так Всевышний их привел к этому. Но если бы они от этого отказались, может быть, у этого человека и не было бы такого наказания. И когда человек, может быть, если тот, с кем случилось что-то плохое, осознает, за что это было, может быть, вора найдут, и он вернет награбленное. Поэтому мы должны понимать границы своей свободы выбора, что все зависит от нас. Мы не можем говорить о том, что другой человек, он только инструмент Творца, у него есть своя ответственность, и у нас есть ответственность. Если нас тянет сделать что-то плохое кому-то, может быть, Всевышний проверяет нас, пытаясь сделать нас орудием для наказания другого человека. Вопрос, хотим ли мы быть этой палкой, которой кого-то вобьют. Это наше личное испытание, чтобы не сделать этого плохого поступка. И все, что с нами происходит, в конечном итоге, это наша ответственность. Хотим ли мы получить больше награду и жить более правильно в этом мире, чтобы мир нам был более понятен, более приятен во всем, что с нами происходит, или мы хотим просто прожить его, куда нас занесет. Все это в нашем выборе, в наших руках. И только мы будем нести ответственность за то, как мы пользовались теми возможностями, которые Всевышний нам предоставил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!